сейчас действительно мы говорим как бы о концепции о социальном заказе социальном спросе и если мы говорим об идентичности просто хотел бы поделить пару соображений поделиться да что такое идентичность как таковой да идентичность но это вот в переводе с научного на обычный русский то вопрос о соответствии да то есть на кого мы равняемся на каких на какие образы героев предков там мы скажем так берем в пример на каких примерах мы воспитываем поколение то есть как мы осуществляем самопозиционирование идентичности в координатах не только пространство времени до мы в геокультурных координатах то есть в образах да совершенно верно потому что каждый так или иначе символ да он несет за собой определенный посыл определенный комплекс взаимосвязанных представлений которые через ассоциативные связи включает ну скажем так стереотип идентичности вот мы же как-то говорим ка сам хану ка скажу лада и складывается сразу картинка то есть вот и мы говорим допустим там вот пройдет нам какое-то время сейчас говорю да там дурлужол да понятно что этим стоит определенный символ вот он алаш например да вот кстати мне нравится мысль одного ученого армана да о том что образ алаша он как бы он эпизодически обновлялся через скажи там несколько столетий вот по мере изменения там геополитической геоисторической как бы конъюнктуры вот в том же в казахском то это сознание те или иные фигуры замещали скажем так вот циклический образ алаш вот когда-то это было русан до него например это мог быть там сам сам чингисхан и так далее там и ашина и так далее да мог бы быть то есть сама по себе психология такого мировосприятия на какого-то первого ответка она очень хорошо расписано в культурной антропологии есть блестящие работы мирча или ади вот аспекты мифа есть блестящая работа франка бооса вот ну то есть то что вот пришло в евро из европы в америку и сформировалась как направление культурной антропологии то есть то на что мы равняемся то есть история как сама позиционирование в в в миропредставление кто я кто мы собственно вот это вот направление которое развивался в америке да а ночи так в мейнстриме вот и я хотел бы кстати вернуться вот в 90-е годы когда была очень такая показательная дискуссия между фрэнсисом фукуяма который обозначил такую работу конец искали за последний человек и так далее да то есть там была апологетика такой либеральный демократическое устройство мира кстати вот под нее мы в свое время собственно и писали на концепцию такая блестящая работа была виркиши клещи дурпиисов и котова да вот государство казахстан над ханской власти президентской республики где мы в общем то вот в этой концепции заявили свои права заявили свое позиционирование вот в там скажем так постсоветском мире который был выстроен на ту парадигм в который выстроена еще бы он так организация объединенных наций то есть у нас легитимация историческая шла получается в 100 государственность как бы была ханской власти в президентской республике непрерывно идет в исполнении народом казахстана его политические исторические правосубъектности красивая концепция да красивая концепция угараса про греч в общем-то в каких-то деталях в общем-то ее критиковал но согласно сапаргалиф вот но он как бы но общество да я приняла вот а на тот момент она работала хотя изначально уже тогда в общем-то была такая даже это едкая критика со стороны того же семьи или хантингтона да вот в книге там крашов цивилизейшн то есть столкновение цивилизации да о том что вот никакой универсальные модели пусть даже подкреплены там построение в духе там гегеля да вот как бы им же все пользовались там и коммунисты и там и другие да вот но тут подвели гегеля получится под либеральной демократии и вот в случае фукуямы вот и хантингтон обозначает есть как бы цивилизация они исторически живут они трансформируются они как-то адаптируются они где-то как-то друг друга не воспринимает вот у бродели с хорошим такое понятие как цивилизационный отказ книге грамматика цивилизации он это хорошо расписывать то есть цивилизации проявлять там где есть официальный отказ где они вот не принимают что-то из иного чужеродного опыта то есть должен быть какой-то конфликт да такой то есть они проявляют свое как бы являйся миру тогда когда есть лица наказка есть какая-то вот неприятие а там где они есть возможность конвергенции через какие-то коллизии, какое-то соглашение, тогда мы должны различать какие-то культурные волны, чтобы осуществлять самопозиционирование на этом большом, скажем так, рынке, условно говоря, идеологическом. Мы должны выбирать тот продукт, который отвечает нашим интересам, получается. И вот разные ученые, мыслители, они по-разному проводили критерии цивилизационные, то Энби, закивали, то Ганн, Макс Вебер об этом блестяще поработал, конечно, дал критерии определенные, ну и тот же Хантинг. И вот здесь стал, по сути дела, назревать в течение времени тот вопрос, который Хантинг обозначил, кто мы. То есть кто мы, в каком, ну понятно, что советский проект, как бы, ну выяснилось его изначально, стал очевидно для всех его искусственность. И вот мне нравится мысль Вильбасы, которую высказал, да, вот 20 век подарил, ну вернее так, привел в мир эти вот три главные такие человека-ненавистничные идеологии. Это фашизм, коммунизм, ну и, наверное, такой, скажем так, крайний такой либерал-демократизм, это либерализм, это с его монетарным рабством. Собственно говоря, это тоже один из вариантов. То через те, какие испытания проходит, получается, наш народ, вот проявляя свою волю к свободу, к самостоятельности, к развитию, проявляя свои лучшие человеческие качества. То есть, понимаете, вот наша независимость, да, наша свобода, она не пришла к нам в дару, никто нам ее не подарил. Как некоторые считают, да, свалилось так с неба. Каждое поколение начинало с низкого старта, понимаете. Да, мы в доиндустриальное время, в общем-то, ну, опять-таки, тоже терпеливо, но стали егемонами, да, и какое-то время там контролировали мировой трафик там торговый, да, вот, опираясь на эти изобретения там доместикации лошади и так далее, там, на металлургические открытия, да, то, что вот, вот, понятно дело. Но потом так получилось, что торговля там перешла на моря, и мы оказались, ну, скажем так, мягко говоря, на периферии там, логистической, скажем, мировой, да, вот. И к индустриализации мы подошли как бы на низком старте. И вот мы там 100-150 лет назад все учили там русский язык, да, сейчас мы все там напряженно учим английский, но я не сомневаюсь, мы и это пройдем, и мы это снова преодолеем, мы все равно выйдем на определенный уровень. Несомненно. Несомненно, в общем-то, в этом отношении. Да, здесь надо, именно, мы хотим сейчас, вот, когда все эти концепции, да, там, новый семитомник, там, краткую историю будем писать, мы хотим именно, чтобы наши, вот, казахстанцы, да, казахстанцы, увидели именно свое прошлое как некий вот процесс последовательный, последовательный, цельный. Да, не фрагментированный такой цельный процесс, в котором есть какая-то логика и какая-то цель есть. Потому что общество не может существовать бесцельно. Да, несистемно. Несистемно, да. Вот здесь вот то, что Азамат говорил, да, вот мы сейчас, когда об этой концепции говорим, мы можем в каких-то проблемах спорить, да. Частных. Частных, да. Общей какой-то генеральной идеи не будет в науке, по крайней мере. Но вот при репрезентации истории, при отражении исторического процесса, мы бы хотели показать, что вот это пространство, Великой Степи, не будем замыкаться территорией Казахстана, все-таки это достаточно, ну, границы современные. Вот. А вот это пространство, Великой Степи, это был единый организм. Это была единая система, которая проходила определенные этапы в своей жизни, да. С момента формирования, вот та же самая деместикация лошади, появление там, с этого, с которого работай. Каким образом это все вызрело в вот эту так называемую, в кавычках, кочевую цивилизацию, потому что этот термин сегодня очень многие критики подвергают тоже, потому что, ну, не точно достаточно. И дальше, как она развивалась, как она, период ее упадка, период рассвета, рассвет почему, упадок почему, то же самое, вот контроль, да, там, торговых путей, в чем отличие вот тех цивилизаций, которые там на реках построены, в чем отличие от тех цивилизаций, которые на морях построены. Лесных. Да, да. И в чем причина неконкурентоспособности, скажем, в индустриальную эпоху? Хорошая мысль была, что, собственно говоря, сами были причиной своего упадка, когда познакомили Европу благодаря вот этим торговым путям и возможностям, скажем, да, из Италии попасть в Китай, познакомили Европу с богатствами и чудом Востока. И прочитав там Марка Пола, европейцы начали искать морские пути в Индию. То есть, таким образом, познакомив европейцев, скажем, с Востоком, кочевники сами себе, в общем-то, могилы выкопали. Ну, это история, это история. Мы пришли к тому, к чему пришли, и что делать дальше. То есть, есть ли какой-то дальше путь, есть ли какой-то дальше... конец ли этой истории, либо ждет ли нас, я не знаю, какое-то там, грубо говоря, глобальное человечество, лишенное каких-то там идентифицирующих признаков, либо вот это вот многообразие, которое мы сегодня видим, дальше будет существовать. Казахский этнос. Казаха всегда интересует прежде всего казахский этнос, да? Что это такое вообще? Когда он появился? Как он развивался? Его хронологические рамки, да? Да, и... Ну, у нас очень много людей, которые считают, что... основным, скажем, в этничности является, там, кровь. Нет, ни один принцип крови, принцип земли, он... Ни один историк так не считает, но общество, общество у нас очень много убеждены именно в этом. Все ведь призывы, там, сохранять чистоту крови, ну, давайте не будем друг друга обманывать. Они же существуют сегодня, они в общественном дискурсе существуют. Когда... Они на семейном уровне существуют? На семейном, на бытовом уровне, это как правило. А это иногда и на государственном уровне урывается. Помните же, за два созыва, по-моему, до нынешнего, некоторые депутаты всерьез предлагали запретить казашкам выходить замуж за иностранцев. Да, причем вполне серьезно. Это вполне серьезно, хотя, ну, грамотные люди уже тогда сказали, ребята, это расизм. Ну, то есть, это существует в общественном дискурсе. А мы, как историки, понимаем, что ни один этнос так не возникал. И буквально там, я не знаю... А для казаха семейно-родовые отношения очень важная тема, да? Три поколения назад казахи были очень инклюзивным этносом. Они принимали представителей любой этнической группы и очень успешно интегрировали. Интегрировали, да. Очень гармонично. На каком этапе мы потеряли эту инклюзивность? Когда казахи стали ксенофобами? Это, может, тоже есть причина. Я не говорю, когда сто процентов, да, но вот эти явления, они же существуют сегодня. Одна из причин, вот та же мифология советского исторического, скажем, мифостроительства. Да, возможно, да. Ведь многие проблемы... Да, определенным образом. Это не только, скажем, казахская проблема. Ведь это проблема у нас постсоветского пространства. Вот в этнических отношениях определенная ксенофобия внутренняя, которая существует, у каждого этноса. Вот иногда это ярко проявляется, как вот армяно-азербайджанский конфликт. Иногда это подспудно существует. Да. Она у нас у всех есть на постсоветском пространстве. Это во многом Азамат прав. Это последствия вот этого исторических мифов, которые сформировались в советское время. Ложная идеология. Ну, это идеология. Кто у нас специалист был по национальной политике в Советском Союзе? Сталин? Есть Фессеревич и его, скажем, помощники вроде Инукидзе. Ну, Иосиф Фессеревич, мне кажется, для него этнический вопрос вообще на последнем месте стоял. У нас, когда вот вопрос голода обсуждают и про геноцид говорят, да, здесь очень такой болезненный момент. Но я точно вот как историк, да, я убежден, что задача истребить именно казахов, такой задачи не стояла перед Сталином. Это, безусловно, преступление. И казахи здесь, ну, вот как, скорее, вот как такая вот жертва, которая была сознательно принесена. Но не потому, что они казахи. А почему? Ну, потому что они полукочевники, потому что они несоветизированные. И Галащокин во многом был прав, революция не нужна была казахам. Соответственно, они менее лояльные. Необходимо их сделать лояльными и советизировать. Соответственно, вот весь комплекс мир, который проводился, он не проводился как этническая чистка. Он проводился как социальная чистка. Вот в этом плане, если, конечно, историки смогут найти документы и доказать, что действительно нужно было уничтожить там именно как нелояльное население, как там полукочевников, мы сможем потом говорить о геноциде. Но я вот когда коллег всегда успокаиваю, говорю, пока о геноциде говорить нельзя, потому что надо дать возможность историкам работать. Вот когда историки в архивах смогут нормально, без давления вот этого поработать, без обвинений каких-то, да, там, и сможем доказать, найдем документы. Иркина Мажолыч, ну, украинцы же как-то доказали. Есть в Центральном государственном архиве фонд 1353. Вот надо все это опубликовать. Надо все это опубликовать. Просто это мы в 90-е годы еще с этим Гальцапрогричем работали по этому вопросу. В 90-е годы, ну, здесь есть такой момент, у нас была так называемая архивная революция. В 90-е годы можно было рассекретили сразу большой объем документов, дали возможность работать. А потом этот процесс был свернут. И сейчас очень многие документы, которые, например, к этому периоду относятся, они сохранили гриф секретности. И, соответственно, даже поработав с этими документами, историк не может их опубликовать, потому что они до сих пор... Есть допуски определенные, да. Ну, и, значит, не каждый историк сможет ими воспользоваться. Сейчас этот вопрос обсуждается очень активно на разных уровнях, на уровне архива президента, на уровне правительства. Вот просто необходимо дать время, потому что нужен принцип, нужно создать комиссию. Есть нормативный документ, который регулирует порядок снятия вот этих грифов. Ну, мы активно работаем с архивами, да. Такие комиссии существуют, создаются периодически, вот работают в ЦГА, снимают, рассматривают, какие фонды, какие описи, какие-то можно допустить. Партийные архивы, это архивы, как это раньше у нас МГБ, МКВД, ГПУ, которые предприятия, партийные архивы. Очень многие документы там до сих пор закрыты. И если где-то как-то удавалось, видят, это как раз такие документы, когда целенаправленно шло на уничтожение практически. То есть, вот как это говорят в юриспруденции. Поэтому я и говорю, надо дать возможность историкам поработать, опубликовать, обсудить, причем публичное обсуждение. И тогда мы можем уже без вот этих, потому что сейчас эти споры, да, был геноцид, не был геноцид, это как Остап Бендер с фензами спорил, да, дискуссия о существовании Бога. Бог есть, Бога нет. Есть работа Аягана, есть работа Кои Гильдиева, есть работа... Есть работа. То есть, вот в профессиональном научном сообществе, да, вот, Иркан Молжелс прав. У нас профессиональный цех историков, как бы, опубликовал, подготовил работы, которые читаем мы друг другу. В общем-то, да. И есть, скажем, стереотипы массового сознания исторического, которые формированы в школы, которые до сих пор работают по концепциям времен Грекова-Якубовского, да, там, постановление ЦК ВКП 44-го года. Ну, мы школьный учебник пишем, значит, включаем туда Улакулуус, там, включаем туда другие моменты какие-то, да, потом, соответственно, этот учебник идет, он идет методистом, он идет школьным учителям, он идет еще кому-то. Каждый туда, вот как в знаменитом письме, который дядя Федор писал родителям, да. Ага, свою строчку предложили. Да, 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 каждый свою строчку. Я получаю последний, значит, вариант, и там Улакулус начинается с монгольское вторжение, отраская катастрофа. Вот, ага. То есть, и еще с возмущением рецензенты пишут, как вы можете не упоминать об отраской катастрофе. Хотя мы обсуждали этот вопрос и говорили, что мы не можем говорить о монгольском вторжении, а потом говорить о Улакулусе, как о нашем государстве, потому что, и это не наше открытие даже. И это открытие, скажем, не вот последние даже пяти лет, что все так называемые монгольские вторжения, это процессы... 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 Процессы восстановления тюркского каганата, грубо говоря. Вот, вот, вот такую постановку вопроса надо, да. И то, что вот приходят вот эти вот так называемые монгольские полчища, это восточно-тюркские кланы, приходят на территорию западной степи, да, и объединяют вновь под своей властью... Как это было еще в 7-8 веке, да. Давайте посмотрим вот в аспекте именно геокультурного позиционирования, да. Я вот эту мысль закончу, да, но у нас в головах людей до сих пор сидит монгольское нашествие. А в некоторых монголо-татарское сейчас. Монголо-татарское, да. Иго. Да. Хотя даже вот в советском пятитомнике писали, да, что буквально там через пару десятилетий, после вот этого грандиозного уничтожения Атрара и так далее, опять чеканилась монета в Атраре. А это еще в советском пятитомном учебнике было написано. Там нумизматический материал был представлен и так далее. Гораздо больше. Ну и во время этого, опять же, так называемого Иго, в России, собственно, и появились большие города. На Руси иметь, на Руси еще не было. Да, было только Руси. Мы будем даже Русь трогать, мы даже хотя бы вот со своими городами разберемся. По большому счету, вот мы опять возвращаемся к вопросу методологии. И вернемся к идентичности, да. Потому что вот когда мы говорили, вот Тиркоман Жолч, там о символическом капитале, там, Великой Отечественной войны, там, для России, да, для нас там, вот Лук-Улус, то есть Лук-Улус Джолчидов, да, вот, речь идет о том, чтобы обозначить маркеры, пределы для зонтичной идентичности, которые охватывают не только, скажем так, наши внутренние интересы, а которые охватывают достаточно более широкое евразийское пространство. Да, побольше, масштабнее. В которых можно, как в системе координат, обозначить свое, как бы, свои интересы, какие-то проекции выстроить, то есть исторические проекции идентичности, исторические проекции соответствия, будем так говорить, да. То есть, в каких пределах мы рассматриваем, поэтому интерес к Великой Степи, и вот, по большому счету, вот, мне очень нравится, вот, если оттолкнуться от мысли Ахмедзеки Валиди Тогана, ну, это историк прошлого века, историк, политический деятельность мирового уровня, мыслитель, вот, общепризнанный, но не только в Советском Союзе, поскольку в Советском Союзе его считают. Ну, это величина всех тюркских народов, да. Давайте так, если говорить о научном его, потому что политическое, научное, вот, то есть в научном плане это имеет мировое признание, европейское и так далее, да. Вот, здесь мысль, как у него обозначена, именно геокультурный подход, вот, то есть зонтичная идентичность, она, зонтичная идентичность предполагает проекцию широкого видения, вот, и здесь подход такой, что он говорит о тюрко-мусульманской цивилизации, тюрко-мусульманской цивилизации, а Великая Степь это поле, где происходит их, скажем так, встреча, взаимоконвергенция, какое-то соперничество и нахождение тех решений, которые имеют долгосрочную перспективу. Для носителей тюрко-монгольской, скажем, геотичности, которая имеет какие-то определенные методологические основы, там, в буддизме, да, то есть, вот, альянсы, как вот, есть такой ученый, замечательный, Хафиза Клара Султановна, да, вот, слава богу, она умница у нас, работает продуктивно очень, вот, она в этом, например, хорошо поработала, да. Есть тюрко-мусульманская цивилизация, можно было бы говорить и о тюрко-православной, скажем так, о казачестве, там, и других, да, но просто там происходит вот через определенное количество поколений, 2-3 поколения происходит ассимиляция, да, вот, инкорпорация, так называемый, там, русско-православный мир, вот, говорить об какой-то там прежности на несколько поколений, это, можно говорить о тюрко-монгольской, тюрко-мусульманской цивилизации на территории Великой Степи. Дело в том, что вот сама по себе история наука междисциплинарная. Если так утрируя, народ делают бабушки. Вот то, что мы с детства воспринимаем негротически, то, что к нам приходит в сферу нашей как бы аксиоматики, скажем так, с материнским молоком, то, что мы, не имея никакой там картины мира, принимаем ее исходную, как базовую, на уровне, скажем так, наших первых, таких рефлексов, скажем так, да. Она потом закладывается как база, для которой все остальные воспринимаются уже как-то критически по мере нашего наследия. Подходит или не подходит к базовой? Да. Если, например, происходит какой-то кризис, это же не навсегда, скажем, может, ситуация будет, когда происходит ломка ситуации. Вот как произошло, например, с тем же Лебеджан-Гильдином, который там оказался Николаем Степновым и так далее. Но голод же он не раз приходил. Это тоже метод. Надо сломать какие-то системы, привести в состояние хаоса, а потом в этом управляемой хаосе выставить какой-то другой продукт. Что и произошло, собственно говоря, если говорить об Ашар-Шулак, то есть образование тюрко-мусульманского общества, ну, казахского в частности, потому что надо казахстан рассматривать в рамках тюрко-мусульманской цивилизации. Значит, там образование было массовым. Но оно было именно построено на ту традицию, которая начинала там тысячелетия практически. По традиции шло. Для того, чтобы ее, получается, привести в состояние, свалить в состояние хаоса, нужно было устроить этот систематический, в общем-то, этот голодомор, вырастить поколение беспризорников, которым уже можно было прописать новую историю. Два раза поменять алфавит, понимаете? После этого уже вывести в новый порядок мировоззренческого восприятия прошлого, то есть истории. И расстрелять всех учителей. Убрать алфавит, убрать книги, расстрелять тех, кто умеет по этим книгам, кто просто буквы знает. Вот представьте себе, что завтра мы, не дай бог, все это произойдет, и мы начнем китайскими и уроками все это воспринимать. Какой пласт теряется, да? То есть это само по себе история, массовая история, это способ программирования поколений. Поэтому здесь, в этом вопросе, когда мы говорим о зонтичной идентичности, мы должны выстроить историю писать не только для себя, граждан Казахстана, насильника, мы вынуждены сегодня писать историю той же самой России. Мы вынуждены писать историю Кыргызстана, Узбекистана, мы вынуждены заниматься на широком пространстве, потому что если мы не будем заниматься тем, чтобы ответить на те вопросы, которые интересуют там общество в той же самой России, мы завтра получим поколение людей, которые до сих пор на этом вот живут мифами этого советского мифа творчества. И передают их своим детям. Да, воспроизводят их дальше. Или когда вот у нас разного рода там государственные дети, условно говоря, да, там высказывают какие-то одиозные мысли, там, я сейчас вот президент Кыргызстана в прошлом, там не только, да, вот. Нам нужно сегодня писать историю всей великой степи, и не только нашу. И мы будем, и мы готовы писать историю и России, и Кыргызстана, и не только нашей, и Узбекистана, да. Вот. И все, что входит в этот ареал, в этот зонтик, да? Для нас это вопрос, для нас это вопрос нашего будущего. Мы должны позаботиться о нашем ближайшем окружении. Не только о себе. Понимаете? Сама по себе великая степь, это как бы условно евразийское, вот наше понимание, да, если говорить, которое присутствует, ну, объективно в сознании наших казахстанцев, да, это мы как бы генератор стабильности. Мы генератор евразийской стабильности. Это вот не то евразийство там времен, там, советского, трубецкого, да, там, условно говоря, формула такая, это православие плюс буддизм минус ислам. Ну, нам такая формула не подходит. Нам подходит формула Елбасы. То есть, прагматичный экономический подход при уважении взглядов всех участников, да. Ради бога, точно. То есть, геокультурная там, диалоги, мы проводим съезды мировых там религий, и заметьте, это у нас уже не первое столетие, еще Узбекхам проводил эти, да, и Ашина проводили, то есть, пожалуйста, встречали там в те времена, и после Таласки, битвы, приходили, устроили, пожалуйста, вот побеседуйте, послушаем. Много, масса там исторических свидетельств есть. То есть, ради бога, да. Прагматически, давайте вот, скажем, подходить к вопросу, как бы, ну, с открытыми позиций, интересами. Причем усиленная фанатическая, я бы сказал, исламизация, она связана именно с политикой России. И во многом именно политика России была направлена на это. Что интересно, вот в Великой Степи, ислам категорически против фанатизма. Ислам стал инструментом, да, в руках? Конечно, это инструментом внутренней политики. Его недобросовестная интерпретация. Это способ тоже политики, идеологической, исторической политики в том числе. Почем опиум для народа? Да, вот по голоду, как инструменты внутренней политики, да. Это, в общем-то, достаточно такая, я бы сказал, с научной точки зрения, респектабельная теория. Единственное, единственное, нам надо это все очень досконально обоснованно доказать. Ну, тут только фактами, только документами. Только фактами, да. Потому что это, причем не со Сталина, это идет с Ленина. Это изначально, это исключительно большевистская такая вот установка. Это голод 20-х годов? С 18-го года, грубо говоря. Ленин использует голод как средство, как инструмент внутренней политики, начиная с 18-го года. Вот эта вот страшная на самом деле фраза «Кто не работает, тот не ест», она есть квинтэссенция политики использования голода как политический инструмент. А грубо говоря, кто не работает на советскую власть, тот не ест. Тот не ест, да? Хочешь кушать, работай. Да, на советскую власть. На советскую власть. На советскую власть. Продолжение продовольствия категорически было запрещено. Людей, которые продавали свою собственную картошку, выращенную вся на огороде, расстреливали как спекулятор. Да, это были классовые враги. Да, и оно опробовано, и 21-го года голод то же самое, это проявление той же политики, использование голода во внутренней политике. И в дальнейшем, в 30-х годах, я с Азаматом концептуально согласен. Единственное, мы сейчас высказываем это как гипотезу, как ученые. Гипотезу достаточно обоснованную. Теперь надо нарастить на нее мясо, надо рассекретить архивные документы, надо написать целую серию монографий на эту тему. И тогда мы можем говорить о том, что это не этнический, конечно, геноцид, но социальный геноцид. Ну, этнический, это если будут соответствующие документы, говорящие. Классовый на панели, не думаю я. Скорее всего, это все-таки классовый подход и социальный геноцид. Я не думаю, что у вас было задачи именно этнического геноцида, но это понятие геноцид сейчас достаточно, даже в международном праве, оно достаточно широкое. Здесь вот это социальный. социальный, потому что не по признаку принадлежности к какому-то определенному этносу. По признаку сопротивления, отрицания, неприятия большинской политики. Это способ, я с Азаматом согласен, это способ советизации просто общества. И мы пали жертвы вот этого опыта. Как наиболее несогласные, наверное. Да, потенциально, может быть, несогласные. Потому что оппозиционные. Здесь это было совмещено и сугубо такими вот прагматическим подходом. Надо было, плюс еще средства, на которые можно купить станки и оборонную промышленность. Да, да, да. По большому счету, сверхзадача у Сталина была не уничтожение людей, сохранение собственной власти. Ну какой ценой? Там такой вопрос, видимо, о цене не стоял у товарищей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok